Братья-месяцы Программа о названиях, приметах и преданиях 2 ноября По народному месяцу слову Артемий Садок В этот день христиане чтут память Артемия Садока, жившего во времена правления римских императоров Константина Великого, Констанция и Юлиана, IV век Первые три ноябрьских дня малоприметны, разве что необыкновенно серо и тускло вокруг Пока робкий осенний рассвет силы набирает, его уже наступающие сумерки норовят за горизонт вытеснить Ледяные утренники и озорные морозцы носа не кажут А земля за неимением лучшего прикрывает свою ноготу серым плюшем распластавшейся грязи В такое время все, кто могут, сидят дома Старики отсыпаются, грея на горячей печке косточки и подложив под голову заветное полено, что было первым в дом занесено Оно теперь до весны храниться будет, чтобы дрова в избе не переводились Бабы тихонечко горшками стучат, обращая молитвы к садоку, который, говорят, от напрасной смерти избавляет Обращаются к нему и за помощью пригрыжной болезни Девицы, забившись в укромный уголок, на яйцах о судьбе гадают, распуская белок в стакане теплой воды И если покажется кому-то, что обернулся он кораблем с надутыми ветром парусами, значит, скорому за мужество можно готовиться Нагадается девушке сласть, хорошему веря, о плохом забывая А ребятня уже с корлупками хрустит, перетирая их в пыль, чтобы не смогли русалки из них корабликов себе понаделать Обычно к этому дню уже начинаются настоящие холода И волки, которым в лесу становится голодно, смелеют и выходят к человеческому жилью Еще в давние времена считалось, что в волка превращался сам Перун, могучий бог грозы и повелитель молний С принятием христианства люди стали верить, что ведьмы и колдуны способны оборачиваться в волков Но наряду с этим в народных сказках именно он часто помогает людям Например, в сказке об Иване Царевиче Волк, у которого есть даже крылья, помогает герою добыть жар птицу, символизирующую огонь Одной из основных стихий мироздания Считалось, что волки боятся колокольного звона Звон от колокола воспринимался в народе как глаз божий Именно поэтому ямщики вешали на упряж колокольчики В деревнях зимой было принято обзванивать ими дворы Верили, что после этого ни один волк не подойдет к такому дому И вся скотина останется цела Также на Артемия капусту рубят Солят, жмут и мнут ее, чтобы соку дала побольше В этот день примечали Если волки выли, быть морозом Выли стаями, голоду А если близко к деревне, к недородному лету По утрам деревья в лесу покрыты обильным кружаком И нем, то есть к неурожаю А еще чинили заборы и верили Что чем забор крепче, тем урожайнее будет следующий год Братья-месяцы Субтитры создавал DimaTorzok